здравствуйте друзья у нас сегодня тема это помощь родителей материальная помощь родителей детям которые подросли и получили образование вопрос сам по себе он естественно в описании к видео есть состоит в том что вот женщины как вот у меня растут дети когда я говорю что я вот их выучу этого так далее я не буду им дальше помогать на меня смотрят как-то со странного а почему мол не будешь в то же время говорит она вот у нее у ее родители не было возможности помогать и она даже переживала по этому поводу когда помоложе было а сейчас вот время прошло и она очень довольна тем что они сами состоялись выросли значит все решения сами принимали и в общем это даже и к лучшему и вот мы со светланой на эту тему порассуждаем давай свет начинаем чего ты но я не знаю ты мать начинает давай я начну хорошо я начну так что есть как бы очевидные совершенно вещи например вот известно что кролика там крольчиха вынашивает две недели а там слона полтора года эти то есть в зависимости от масштабов вынашиваю вынашиваем уго разные усилия требуется поэтому бывает так что и 18 этот в америке очень многие так как бы это обычное дело 18 лет школу закончил вперед он там учиться но там он берет деньги взаим займы там у государства и потом возвращает потихоньку и так далее это очень очень принято я не хочу сказать что люди у которых много денег или скажем так есть деньги вот что они не не станут оплачивать ребенку образования я вижу многих много людей которые оплачивают и чем выше как бы с 1 социальные ступеньки на социальные лестнички вот эти люди тем больше они вкладывают в детей поэтому тут и как бы если есть потенциал если ты видишь что этот потенциал развивается если ты видишь со стороны ребенка это востребовано если ты в него впихиваешь а он не хочет это совершенно другое дело но если он хочет если он растет если ты этими деньгами которые ты на него тратишь переводишь его на более и более и более высокую ступеньку как же кем же надо быть чтобы не поддержать не не помочь и если есть возможность я не говорю там пошли последние штаны себя снимают но если есть возможность почему же нет но должно быть должно быть востребовано очень многие родители пичкают своих детей вот у них есть средства да и они пичкают они их заставляют они их вынуждают они их мучают а те не хотят вот вот я против этого а когда ты тратишь деньги ты видишь что они потрачены хорошо и ты получаешь вот тоже называется appreciation то есть твои дети ценят это я я считаю что это для родителей высшее наслаждение высший смысл вообще их существование быть для того существуем чтобы вывести наше потомство на тот уровень на котором мы сами может быть не смогли оказаться подняться в силу того чтобы у нас не было таких условий от и чего вообще мы-то зарабатываем чтобы что с этим делать могилу с собой нести я я так это понимаю цвет но я думаю так что этот вопрос серьезный и он зависит может быть сколько людей столько мнений поэтому что процесс но я думаю что в значительной мере вопросы того помогать этим или не помогать они ментально поддерживаются семейными традициями конечно если люди выросли в среде когда им родители не помогали им было конечно очень тяжело молодым и они пробивались сами они думают вот ну смотри как мы хорошо сегодня устроены мы всего добились и пусть дети наши пройдут эту тяжелую школу здесь есть две стороны медали одна сторона медали с одной стороны мы хотим чтобы дети были трудоспособны добиваться много в этой жизни мы не хотим из них растить тепличные тепличные растения которые на всем готовом сидят и только ждут чтобы в рот положили то здесь элемент есть воспитание с другой стороны это самое с другой стороны мы хотим чтобы помочь им потому что в сегодняшнем мире даже если ты очень умный это дело в том что для того чтобы добиться чего-то помимо того что ты получил хорошее образование у тебя хорошо варят мозги и ты трудоспособен для того чтобы добиться каких-то я так скажу материальных благ в этой жизни требуется время то есть очень редко когда молодые люди мы конечно в долине здесь видим таких молодых людей которые организовали очень успешные стартапы на их единицы мы на них не ориентируемся но в среднем молодые люди для того чтобы добиться устойчивого финансового дохода они должны потратить какое-то время и я помню когда мы были молодыми нам хотелось мы думали ну что же так вот такие умные такие способны настолько образование что ж у нас никак не получается заработать денег но сегодня я смотрю и получается такая история что деньги зарабатываются не тогда когда хочется а вот проходит время и человек становится более опытным его советы нужны другим людям и компенсации за это приходит какое-то материальное вознаграждение то есть это нужно понимать поэтому если есть помочь на если есть возможность помочь детям в этом смысле да то конечно может быть нужно подумать о том чтобы им помочь не так трудно решить какие-то финансы может быть это чисто экономически выгодно например сегодня и помочь финансами я условно говорю да и безотносительно одолжить им и одолжить им денег или дать им денег безвозмездно например на покупку на покупку недвижимости которая через 10-15 лет будет стоить там в 10 раз дороже то есть это абсолютно финансово оправданное вложение вложение в детей которые сегодня будут иметь недвижимость а потом это будет уже состояние активы которые пойдут в семью дальше что касается нас лично мы росли в такой среде и в таком обществе кстати где с одной стороны какой-то нибудь заработаешь бизнеса не надо фразу скажу с этого в мире в котором мы жили водитель автобуса зарабатывал больше чем допустим кандидат наук или например зав отделением в больнице это это было очень такое специфическое общество там мозгами чтобы начать зарабатывать прилично это нужно было довольно много лет потратить да и мы я помню что вы когда мы закончили институт то наши родители скинулись вместе купили нам кооперативная квартира до до утра первого чтобы они сначала дали первый взнос это мне кажется потом немножко бумаги оплачивали у нас хватало денег только прокормить себя двух инженерных зарплат хватало бы покушать да просто прокормить себя оставались рублем до зарплаты поэтому вопрос не стоял и мы очень благодарны нашим родителям за то что они оказывали нам такую поддержку поэтому естественно моментально готовы оказывать посильную поддержку нашим детям тоже но опять же это зависит от от культуры семьи от бэкграунда семьи традиции от традиции семьи поэтому тут нету правых или неправых а тут есть просто вот вот мне мне помогали мне это помогло поэтому конечно я по отношению к своим детям считаю себя обязанно делать то же самое понимаешь мы рассматриваем детей и внуков мы рассматриваем это как семью большую понимаешь поэтому это все остается в семье дело же не в том что вот я от себя оторвал я она была в семье осталась семье это же это же все другая сторона медали и на самом деле я уже об этом говорила и это страшная проблема мы знаем очень много людей которые приехали с нами в одно время то есть это где-то там 20-30 лет тому назад у них выросли здесь дети родители родители ложились костюме чтобы дать детям хорошее образование чтобы они ни в чем не нуждались помню свое прошлое прошлое да и хотелось дать детям все самое лучшее и сегодня выросли эти дети им по 30 лет и на некоторым даже больше они не хотят уезжать от родителей живут в родительском доме они работают и они работать не хотят их пытаются устроить на работу они у них все есть их уровень потребления не такой большой у них нет мотивации добиваться чего-то по жизни и конечно как бы это ни было жестоко мой подход в такой ситуации до этих детей просто отселить то есть сказать ну вот вот я его тут и молодец ты получил образование ты хороший умный молодой давай устраивайся по жизни вот тебе там для полгода до за полгода ты должен там подобрать себе жилье по карману да найти себе румейтов если ты не можешь один на снять это жилье и все-таки съехать потому что безусловно школа жизни она гораздо суровее и она учит гораздо больше чем родительское крылышко мы видели на самом деле как это происходило у некоторых людей когда вот молодой человек ему там девятнадцать двадцать он в ус не дует работает там левое ноздрёй через правое плечо паразитируется значит фактически на там родители и когда его начинают то есть не нужно начинают когда его отправляют в собственную жизнь если бы знаешь что вот у тебя такого числа тебя здесь больше нет и вдруг он поработает там немножко вдруг он учиться пошел и вдруг он хорошо учиться пошел вдруг потом дальше пошел еще дальше учиться пошел и мастера там получил и как-то карьера какая-то пошла потому что ну объективно в мир в котором мы живем у нас тоже мотивирует есть и если которые изнутри мотивированы а есть такие которые снаружи поэтому что же делать к чему вот эта история смыслите поддерживать материально или нет поддерживать паразитизм плохо нет я поэтому что здесь есть две стороны медали с одной стороны ты хочешь помочь детям которые действительно рвутся к чему-то это понимаешь что им тяжело например в зараже недвижимости если у нас самое дешевое жилье стоит миллион долларов ну где же взять даже будут два программиста на супер-дупер-пупер на первый взнос но нет у них таких денег накапливают как раз как раз два программиста супер-пупер без проблем еще раз это все не так просто да а ты хочешь немножко получше дом не самый уже у тебя семья появилась не самый плохой а чуть получше уже там речь идет о больших суммах и если ты можешь помочь если ты видишь что это разумно и правильно то почему не помочь и и вторая сторона этого же вопроса когда взрослые дети не хотят уходить из родительского дома потому что им комфортно это не то что даже помощь но фактически они паразитируют на доходах родителей они живут с ними они питаются общего стола они пользуются тем что там мама папа наемные работники делают ландрии пользуются всеми благами устроенной жизни и после не дуют и не хотят двигаться дальше ну свет все-таки вот когда женщина этот вопрос задает и году меня двое мальчиков там пять лет и десять лет и вот я я им даю любовь я им даю там вот это вот там чем обудать они выучились и дальше они должны сами вот как мы когда-то сами здоровая основа безусловно это же традиции вашей семьи если вы не традиции но подожди секунду но если люди сами выросли так и они поняли что это хорошо но значит так и тому и значит это хорошо потому что сколько людей столько и мнений мы выросли по-другому мы считаем что так хорошо и тут правых и неправых нету все права среди когда мы же выросли в обществе искаженных ценностей если бы мы с тобой свет были сниженных штатах 2 инженера молодых круглые отличники круглые как я не знаю что цвета ты можешь представить сколько бы мы получали просто на выходе в этом дело в этом дело не надо уже мерить категориями вот тебе понимаешь уже люди здесь живут уже чем чем ты меряешь зачем зачем это все давай давай девятнадцатый век вспомнил мы всего в современном мире живем не надо про традиции семьи мы уже сказали про традиции семьи давай про вопрос разумность я еще здесь говорю возвращаясь к разумности женщина пишет так и у нее был положительный опыт своего воспитания она хочет перенести это на детей ничего плохого в этом нет с другой стороны если у нее будет например у этой женщины когда дети подрастут и будет финансовой возможности помочь они будут нуждаться в этот момент не то что не паразитировать а именно объективно нуждаться возможность помочь и она не скажет а я вам из принципа помогать не буду а вот-вот-вот выхлебните всего вот это уже не очень наверное хорошо наверно этого не произойдет я думаю что это же самая женщина которая прошла какой-то путь если она увидит что раз своими деньгами может какой-то серьезный позитивный сдвиг произвести в жизни своих мальчиков я думаю не обася вопросов не возникнет мне так кажется то есть при всем при том что они должны в основном всего добиваться сами но если должен где-то подтолкнуть подложить это безусловно вопрос финансового воспитания детей это вопрос очень важный очень серьезный потому что когда дети живут с родителями они не понимают цену денег и я считаю что очень правильно когда дети начинают подрабатывать где-то и когда они допустим какую-то работу делают по дому это работа оплачивается старшеклассники да да а маленькие дети там я не знаю они сдают когда у нас дочке было там от 10 лет или девять лет она носила сдавать бутылки в приемный пункт и мы сказали что все что она сдастся у нас вечно скопились эти бутылки нас не было времени стоять в этой очереди да и мы скажем что все деньги которые она заработает от сдачи этих бутылок она заберет себе у нас исчезли все банки и бутылки дома моментально я не знаю она ничего не делала их копила на него но просто сам факт того что ребенок понимает что он делает какую-то работу да и это работа ничего в этом плохого нет здесь очень принято например детей приобщают стричь газоны например и платят им за это деньги а в противном случае если у родителей нет времени они должны эти деньги платить садовнику например но они в принципе дети я веду старшеклассники подрабатывают там и в макдоналдс и в офисах да я считаю что это хорошо это неплохо да хорошо для воспитания кроме того очень важно детей научиться пользоваться ну вот у нас например дарова такая проблема что когда наша дочь поступила в университет мы и пошли и сделали счет банки и у нее была своя кредитная карточка и вдруг оказалось что через месяц там были какие-то совершенно и большие деньги за которые нужно было распаду серьезные суммы потому что когда ты за студенту первого курса потому что когда ты пользуешься карточку тебя нет ощущения что ты потратил деньги чирк чирк и все и потом получаются большие суммы и после этого мы договорились с ней таким образом я покрою всю эту задолженность чтобы она не росла но дальше например я тебе буду выделять вот какую-то энную сумму денег на месяц до который тебе должно хватить на это на это на это на это но ты будешь расплачиваться и за свою кредитную карточку сама и все покупки и питание и так далее у тебя появляется бюджет который ты учишься каким-то образом тратить и это тоже опять в нашем случае это был очень удачный опыт она научилась планировать она научилась вписываться вот имеющиеся деньги а не иметь безлимитную карточку на которую можно набрать сколько хочешь ну это в этом в этом есть воспитывающие элементы ну что же хорошо свет я думаю что мы так в каком-то приближении эту проблему осветили и я закончу тем что нет такого рецепта которые вот конкретной женщине кто-то даст вот как ей конкретно поступить вот как она считает нужным так пусть и делает и то что там кто-то пожимает плечами а кто-то там пальцем у виска крутит там или еще что то я думаю что нет общего для всех рецепта тут и семейная традиция и конкретный ребенок личность этого ребенка его интересность и те высоты на которые значит там прицелился этот ребенок и адекватность к действию его и так далее поэтому решайте сами и как как вы решите так и правильно вот вы обижались на маму женщина она обижалась на маму которой я не хотела помогать а сейчас говорит молодец мама и я вот сама всего добилась и я ценю это лишь как получается поначалу тебя обижаешься потом знаешь понимать что надо было маму слушать да ну еще раз это вопросы индивидуальные да и зависит он от конкретных исторических обстоятельств которых этот ребенок живет от материального мира от достатков родителей от того насколько дети хотят двигаться далее потому что наша задача да дать детям инструмент по жизни правильно то есть мы хотим оплатить вооружить их я помню что в какой-то момент когда билл гейтс женился у него появился ребенок где-то прошли публикации что он этого ребенка ограничен буквально во всем у него не будет ни наследства ничего чтобы это не соответствует какой-то будет но во всяком случае у него не будет этих миллиардов он как бы ребенку создают условия чтобы тот хотел работать а не просто поразить его на миллиарды потому что сегодня конечно в нашем обществе деньги являются серьезным мотивирующим фактором и демотивирующим для кого-то в общем короче как вот будет как надумаете так и хорошо счастливо